МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости. В студии Евгения Байбикова. Здравствуйте. В начале выпуска его основные темы. Сотня добровольцев. Субботник в Сан-Аксарском монастыре собрал неравнодушных людей со всей республики. Объект будет сдан. Артем Сдунов поручил достроить крытый ледовый каток в Ковылкино. Село в порядке, страна в достатке. В России стартовал сельскохозяйственная микроперепись. 200 объектов и 700 километров дорог. После масштабной дезинфекции спасатели Ложского центра вернулись в Самару. Борец греко-римского стиля Сергей Емелин стал призером Олимпийских игр в Токио. В матче за бронзу наш земляк победил молдавского борца Виктора Чабану со счетом 12-1. Сергей Емелин стал бронзовым призером Олимпиады в категории до 60 килограмм и принес сборной России 49-ю медаль Игр в Токио. К другим темам. В Темниковском районе продолжается подготовка к 20-летию канонизации Федора Ушакова. В последний день июля порядка сотни волонтеров приводили в порядок территорию вокруг Рождества Богородничного Сыноксарского монастыря. К субботнику присоединился и руководитель региона. Утро субботы в Сыноксарском монастыре выдалось рабочим. Здесь и в обычное время хватает заботы, а перед 20-летием канонизации их еще больше. К назначенному времени к монастырю подъехали автобусы и машины. Волонтеры, а их около сотни, собрались со всех уголков Мордовии. Работа закипела на всей территории монастыря. Присоединился к субботнику и временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовии Артем Сдунов. После возложения цветов к могиле Федора Ушакова он отправился на берег Мокши. Фронт работ здесь большой. Участок плотно зарос кустарником. Добровольцев было немало, поэтому работа спорилась. Наместник монастыря отметил, такого масштабного субботника здесь еще не было. Год назад достаточно много людей было, но сейчас значительно больше и, по-моему, очень результативно. Особенно с Артемом Алексеевичем. Я посмотрел, у людей появилось двое сил. Поэтому преодолели достаточно большой объем. Работали в саду. Умирали отчасти урожай. Волонтеры помогали косить траву, приводили в порядок клумбы и убирали мусор. Очистив берег, отправились на подмогу к другим добровольцам на огород. Он расположился чуть выше. Здесь растет морковь, свекла и другие овощи. Переместились к огороду, попололи грядки. И морковь, свекла скоро пойдет как раз на кухню монастырскую. Эта работа действительно приносит радость. И еще помимо работы здорово мы пообщались друг с другом. Провести субботник волонтеры предложили на одном из заседаний по подготовке к празднованию годовщины канонизации. Два региональных министерства откликнулись и организовали транспорт. К большой уборке присоединились волонтеры на сети из Тельниковска, Вармадановска, Вардаторска, Ватяшевского и других районов республики. Никого не нужно призывать, никого не нужно уговаривать. Как только объявляется акция, поверьте, люди с удовольствием сами записываются. Запись идет в соцсетях, поэтому вы видите, сегодня люди разных абсолютно возрастных категорий, люди культуры из разных районов, из разных учреждений культуры, в том числе государственных, сегодня приехали сюда. С удовольствием работали. Сыноксарский монастырь тесно связан с именем прославленного флотоводца Федора Ушакова. Здесь он похоронен, здесь находятся его мощи. Поклониться им ежегодно приезжают тысячи паломников. 4 и 5 августа здесь будут ждать гостей на 20-летие канонизации Федора Ушакова. Поэтому такая помощь от добровольцев пришлась очень кстати. Мы были очень рады и всегда рады принимать участие в таких мероприятиях. Мы как активисты молодежного центра, волонтеры и вот сейчас новым коллективом проекта «Моя Мордовия» кадрового проекта. Я думаю, что это очень важное, очень нужное дело – помогать, оказывать посильную помощь в облагораживании таких святых мест, как наш Сыноксарский монастырь. Фронт работы впечатляет, потому что, как всегда, в таких больших монастырях есть часть, которая более ухоженная, где приезжали паломники, а есть часть, которая остается за кадром, так скажем. И вот как раз здесь самая большая работа необходима и необходима наша помощь. К 20-летию канонизации Федора Ушакова готовится большая программа и продлится она не только два дня – 4 и 5 августа. До конца года будут проходить научные, образовательные, спортивные и культурно-просветительские события. Прорабатываются туристические маршруты, на которых кадеты военно-морских училищ и все желающие смогут больше узнать о жизни святого праведного воина Федора Ушакова. Ольга Данилова, Владимир Надьки, Народные новости, Темниковский район. 31 июля руководитель региона побывал с рабочим визитом в Ковылкинском районе. Артем Сдунов посетил воинскую часть 84-680, а также провел совещание по недостроенному объекту, крытому ледовому катку в райцентре. Все подробности рабочей поездки в материале Юлии Мамаевой. Воинская часть 84-680 стала первым пунктом рабочей поездки лидера региона. Здесь важное событие – смена командования. Артем Сдунов встретился с новым командиром Сергеем Семеновым и с Андреем Ростовцевым, который возглавлял часть 2013 года. Он получил назначение служить в другом регионе. От себя лично я хотел выразить полную благодарность за работу в республике. Мы с вами успели уже взаимодействовать, хотя я тоже недавно в Мордовии сам уже в трех регионах работаю, представляю, значит, нужно сейчас приехать, обосноваться на месте. Поэтому нам дальнейших успехов. За достойную службу награды Артем Сдунов вручил Андрею Ростовцеву медаль за заслуги перед республикой Мордовия, за большой вклад в обеспечение безопасности Отечества и активное участие в патриотическом воспитании молодежи. Кроме того, в рамках рабочего визита лидер региона обсудил с новым командиром вопросы по дальнейшей совместной работе. Была отмечена, поддержка со стороны республики обеспечена. Затем осмотр долгостроя крытого ледового катка в городе Ковылкино. Его строительство началось еще в 2012 году. Сейчас работы здесь не ведутся, стройка заморожена. В декабре прошлого года Артем Сдунов в рамках рабочего визита дал поручение провести обследование объекта. Ему доложили, сейчас идет корректировка проектно-сметной документации. Кровы посмотрели, да, вопросов сильных нет по кровлим. Готовность общая порядка 50%. Соответственно, планируем в конце октября пройти экспертизу. И хотелось бы, конечно, отторговать его уже деньгами 22-го года, чтобы в 2022 году построить. Давайте завершайте оценку экспертизы того, что было сделано, проектно-сметной документации, госэкспертизу в этом году, и что успеете в этом году разделить на 2021 и на 2022. Завершение строительства и сдачи объекта жители ждут с нетерпением. Об этом Артему Сдунову рассказал Дмитрий Глушичкин, тренер местной женской футбольной команды. Он поинтересовался от всего спортивного сообщества района, достроит ли ледовый каток. Очень востребован. У нас есть две команды хоккейные, которые выезжают в соседние районы. Но хотелось бы заниматься здесь, на базе, и потом уже выступать на соревнованиях. Я наслышан про спортивные достижения Ковылкинского района, если рвутся в бой. Я же зимой приезжал когда-то, место где было на открытой площадке, на коробке. Да, массовое катание очень много. В текущем году мы сейчас задачу ставим, начинаем. Строители берутся обязательствам в следующем году закончить. Хорошо. Так что до знаменательного события Ковылкинцам осталось совсем немного. На радость спортсменам и всем любителям здорового образа жизни. Юлия Мамаева, Народные новости, Ковылкинский район. Временно исполняющий обязанности главы республики Мордовия Артем Сдунов 30 июля провел совещание с членами правительства по вопросам развития отрасли информатизации и связи. Тема встречи – разработка стратегии цифровой трансформации республики, повышение уровня цифровизации отрасли экономики и социальной сферы. В соответствии с национальным проектом один из главных элементов устойчивого экономического развития страны. Развитие цифровой инфраструктуры, а также общее внедрение информационных технологий. Цифра должна стать важным элементом в профессиональной деятельности и повседневной жизни людей. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Сдунов отметил, сегодня уровень развития отрасли во многом определяет возможности современной жизни человека. Задача технологии – сделать эффективными и удобными государственное управление и оказание госуслуг, медицину, образование и другие сферы. Перед профильным республиканским министерством стоит целый ряд задач. Важное направление – это увеличение числа жителей республики, зарегистрированных на портале госуслуг. Максимальный охват тех, кто проживает в Мордовии, пользуется услугами. Мы ко всем должны уметь обратиться, быстро оказать помощь, проинформировать, собрать какую-то информацию. В совещании приняли участие представители Министерства информатизации и связи Мордовии, исполняющие обязанности министра Игорь Вальфсон. Также Наталья Санина – победительница кадрового проекта «Моя Мордовия», заместитель начальника отдела программы и проектов информационного общества и электронного правительства. Она отметила ряд проблем, которые, на ее взгляд, влияют на эффективность работы. Нам нужно определяться с первоисточниками, определяться с парадом информационного обмена, формировать именно базовый ресурс, который позволит нам именно оттуда ценить информацию необходимо для принятия всех информационных решений. В ходе обсуждения были определены конкретные шаги по дальнейшему развитию отрасли и внедрению информационных технологий. Надежда Русяева, Народные новости. В понедельник 2 августа временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия, встретился с делегацией Республики Индия. В ходе встречи обсудили ряд важных направлений совместной работы. С приветственным словом выступил временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Сдунов. Он отметил важность данной встречи для всего региона. Речь зашла о структуре экономики Мордовии, о наиболее взаимовыгодных направлениях сотрудничества. Почти 30% – это промышленность, 15% – это сельское хозяйство. И это предопределяет и наши торговые отношения, в том числе с Индией. Мы бы хотели обратить внимание на пищевую переработку, что мы хотели бы экспортировать, на продукции нашей светотехнической промышленности, на оптоволокно. Как отметил Артем Сдунов, среди торговых партнеров Республики 64 страны. Мордовия не только полностью обеспечивает себя, но и активно экспортирует мясо, молоко и другие продукты. Это именно то направление, которое важно развивать. Также был затронут вопрос о производстве экологической упаковки. Для Республики данная тема актуальна. Поэтому создание совместного производства на одной из площадок региона – тема для обсуждения. Еще один важный аспект – оптоволоконная промышленность. Мордовия – единственная в стране производит оптическое волокно. Зная о том, что программа развития интернета в Индии стоит очень актуальна, есть соответствующие поручения высшего руководства страны, мы бы, конечно, тоже хотели выступить в качестве поставщиков. Каждый пятый зарубежный студент МГУ имени Огарева из Индии – это самая большая группа учащихся иностранцев. Поэтому вопрос о улучшении быта студентов очень важен. Зашла речь и об олимпиадном движении школьников. Республиканский лицей для одаренных детей готовит по разным направлениям, обеспечивая хорошую базу для олимпиад, в том числе и мирового уровня. Научный руководитель Республиканского лицея для одаренных детей Дмитрий Подлесный отметил возможность совместной подготовки ребят к международным олимпиадам. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в России отметил, что обсудит данный вопрос с коллегами в Дели. Провели хорошую встречу. Мы очень благодарны временно исполняющему обязанности главы Республики Мордовия Артему Сдунову, и его команде за гостеприимство, оказанной лично мне и всей нашей делегации. Переговоры прошли в дружеской атмосфере, но уже можно сказать, что они будут иметь хороший результат. У нас есть несколько важных сфер, где мы можем наладить сотрудничество в будущем между Индией и Мордовией. Впереди большая работа по ее итогам определяться пути взаимодействия Индии и Мордовии. Надежда Русяева, Сергей Соколов, Народные новости. Вакцинация по-прежнему самый действенный метод борьбы с коронавирусной инфекцией. Прививаться каждый желающий может в больнице, либо в специальных мобильных пунктах вакцинации. Оба способа удобны, однако второй отличается особой оперативностью. Как часто такие пункты функционируют в Республике, узнавали Ирина Суконкина и Евгений Фролкин. Для удобства граждан в определенное время медики приезжают во все, даже самые отдаленные районы Республики. 2 августа такие пункты вакцинации на колесах работали в Саранске, возле Центрального рынка, в поселке Озерный и Луховке. Чтобы сделать прививку, необходимо пройти осмотр терапевта. Если все показатели в норме и у человека отсутствуют противопоказания, его вакцинируют. 2 августа желающих иммунизироваться возле Центрального рынка оказалось много. Вакцины достаточно. В мобильном пункте прививают первым и по необходимости вторым компонентам. При себе необходимо иметь лишь паспорт и полис. 3 августа передвижные пункты с 9 до 3 будут стоять у юго-западного рынка, с 9 до половины третьего в рабочем поселке Луховка в районе дома номер 6 по улице Октябрьской и с 3 до 8 вечера в Саранске в районе дома номер 62 по проспекту 70 лет Октября. Ирина Суконкина, Евгений Фролкин, Народные новости. Лето 2021 не устает радовать любителей жаркой погоды, как во многих регионах России, так и за рубежом. Зной не обошел стороной и Мордовию. В нашем регионе столбик термометра в некоторых районах поднимался почти до 40 градусов. Чего нам ждать от августа и как жители Саранска справляются с жарой, расскажем в сюжете. Лето в этом году выдалось действительно жарким и по прогнозам синоптиков кардинально ситуация меняться не собирается. В ближайшие дни столбики термометров даже поднимутся до аномальных для августа значений. Справляются с такой жарой все по-разному. Скажите, как вам жара? Немножко аномальное лето в этом году жаркое. Как переносите? Хорошо переносим, хорошо. Нравится. Как справляйтесь с жарой? Наслаждаемся, загораем. Загорается. На пруд ездим. Сегодня приехали в парке погулять. Какие-то лайфхаки знаешь, как от жары спасаться. Обрызгиваешься чем-нибудь, нет? Не знаю, видела такой лайфхак, типа берешь кусочек льда и мажешь лицо. Думаешь, помогает? Ну, пробовала, вроде да. Здравствуйте. Хорошего вам отдыха. Проводим санцологический опрос. Скажите, как справляетесь с жарой? И в целом, как вам такое жаркое аномальное лето в этом году? Сиживаемся дома вечерком на прогулку в парк с ребенком. В принципе, все. Так, ну, тебя как зовут? Кирилл. Кирилл, скажи, как тебе такая жара на улице? Очень хорошо. В эту жару я сижу дома, потому что бабушка не хочет идти со мной гулять, потому что ей нельзя в такую погоду выходить. Как относитесь к такой погоде? Как в какой погоде? Это у нас хорошо. С дачи только приехала. Очень даже хорошо. Ну, дождя надо. Не страдает культура-то на даче у вас? Страдает. У нас нету болотников в дожде. Вот так. А так хорошо. Хорошо, моя хорошая. Специалисты советуют прятаться от жары в теньке или прохладных помещениях, пить побольше жидкости и по возможности в нее окунаться. Главное при поездке к водоему не забывать о правилах безопасности. Тем более, что погреться на солнышке и искупаться возможность еще будет. И те же 33-34 градуса, которые сегодня мы ожидаем на территории республики, и первые половины месяца, скорее всего, пройдет как раз при повышенном температурном режиме. То есть климатическая норма будет превышать температуру на 2-3 градуса. То есть это опять значительно много, то есть как и все месяцы этого летнего периода. Резкого похолодания пока не ожидается, но перепады температуры все же будут. Прохлада также будет сопровождаться кратковременными дождями, ближайший из которых ожидается уже в эту среду. Анастасия Целигина, Ирина Семенова, Владимир Нацкин, Сергей Кувакин. Народные новости. В память о святом адмирале. В Мордове со дня на день стартует торжество, посвященное 20-летию канонизации русского флотоводца, праведного воина Феодора Ушакова. 4 и 5 августа различные события пройдут по всей республике. Основные торжества пройдут в месте упокоения великого флотоводца в Темниковском районе, а также в Саранске. 4 августа на территории Рождественно-Богородичного Санаксарского монастыря состоится церемония возложения цветов к памятнику Федору Ушакову, а также освещение места под строительство часовни. В музее имени Ушакова, в его усадьбе и этнодоме в селе Лесное Цыбаево будут организованы тематические экскурсии. Предусмотрены они и в самом Санаксарском монастыре. Там же вечером состоится всеночное бдение. В Темникове события начнутся с самого утра. В 9 часов откроется Ушаковский марафон. На стадионе пройдут спортивные состязания и веселые старты. В 10.30 в парке имени Ушакова стартует праздничная программа, затем концерт в Темниковском центре культуры и досуга. Его начало в 11.50. В 12.10 всех желающих познакомиться с исторической частью города приглашают на экскурсию исторический Темников. В 12.30 на открытие пешего туристического маршрута от Темникова до Санаксарского монастыря. Еще одно важное событие – чин освящения поклонного креста. Его проведут на въезде в город в 14.30. Во вторую половину дня гостей Темникова также порадует концерт межрегионального фестиваля патриотической песни «Морская душа», а также церемония закрытия Ушаковского марафона. 4.00 в Саранске памятную дату начнут отмечать со дня цифрового образования в играх. Он пройдет в офисе компании «Байтекс». Начало в 10 утра. Затем с 14 до 16 часов предусмотрены экскурсии по храмам, музеям и другим достопримечательностям Саранска. 5.00 в Темникове состоится большой праздничный концерт «Ушаков Россия-Флот». В Саранске памятные мероприятия начнутся с божественной литургии в Кафедральном соборе и крестного хода с выходом к памятнику Ушакова. У монумента состоится молебен и церемония возложения цветов. Затем у сцены, которую организуют перед Северным крыльцом Кафедрального собора, состоятся торжественные мероприятия. На площади у храма будет работать межрегиональная выставка-ярмарка. Также в течение всего дня можно будет принять участие в различных экскурсиях. Отмечу, что множество событий также будет проходить на всех площадях Саранска, а также в Пушкинском парке. Юлия Мамаева, Народные новости. Село в порядке, страна в достатке. Под таким лозунгом проходит сельскохозяйственная микроперепись, которая стартовала по всей России 1 августа. Целый месяц переписчики будут собирать данные о состоянии сельского хозяйства в стране. Подробности смотрите в следующем сюжете. Сельскохозяйственная микроперепись – один из источников формирования федеральных информационных ресурсов об основных характеристиках и структуре сельского хозяйства. В этом году перепись затронет как крупные организации, так и крестьянские и фермерские хозяйства, индивидуальных предпринимателей и личные подсобные хозяйства. Всего на территории Мордовии предстоит переписать более 176 тысяч объектов. Обследовать мы будем только сельскую местность. Личные подсобные хозяйства в городской местности переписью не охвачены. Также не будут участвовать микросельскохозяйственные переписи. Населенные пункты с численностью домов менее 10. Сбор сведений от сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей будет осуществляться в электронном виде с помощью веб-сбора Росстата, а также с привлечением специализированных операторов связи. Сведения о подсобных хозяйствах населения и некоммерческих объединений будут собирать переписчики. Они уже прошли необходимое обучение и готовы к работе. Узнать переписчика легко. Он будет одет в специализированную экипировку ярко-зеленого цвета с символикой микропереписи. При себе работник должен иметь удостоверение, действительное при предъявлении паспорта и планшет. Важно отметить, что перепись будет проводиться анонимно. Это значит, что в переписных листах указывать свои персональные данные будет не нужно. Сельскохозяйственная микроперепись уже идет и продлится по 30 августа. Предварительные итоги будут известны уже в четвертом квартале этого года. Надежда Русяева, Владимир Надькин. Народные новости. 2 августа на базе Мордовского педагогического университета открылся молодежный форум Cinema Fest. Кино от теории к практике. Подробности в материале моих коллег. Педагогический университет региональная площадка российского общества знания. Молодежные форумы проводятся у Жения в первый раз. Этот посвящен одной из актуальных для современного общества тем киноискусству. Особенно тема близка и интересна современной молодежи. Кино, оно объединяет. Это удивительный мир, это мир искусства и творческий процесс. Сегодня мы видим, как развивается российский кинематограф. И многие ребята, которые учатся в нашем вузе, в педагогическом университете, очень хотят качественно и профессионально обладать этой компетенцией. Молодежный форум начался с истории и теории кино. Спикеры – профессиональные киноведы. Обсуждались не только интересные аспекты кинематографа, но и его актуальные проблемы. Восприятие кинокартины во многом зависит не только от создателей, но и от зрителя. И тут тоже могут возникать сложности. Устранить их помогут подобные площадки. Мне кажется, одной из проблем того, как мы сейчас смотрим фильмы, является то, что мы смотрим их по определенному шаблону. Если мы пытаемся оценить фильм, мы смотрим актерскую игру, мы смотрим на сценарную работу, и мы не пытаемся искать каких-то новых путей понимания киноязыка и работы режиссера. Мне кажется, очень здорово проводить такие совместные дискуссии, обсуждать кинематограф, чтобы приходить вместе к общим выводам и новым взглядам, новым видом кинематографа. Форум продлится до 4 августа, и в течение всех дней участников ожидает интересное общение и возможность узнать что-то новое от знаменитых спикеров и профессионалов своего дела. Валерия Новикова, Сергей Кувакин, Народные новости. Отборный мед, прополис и пчелиный воск. Продукты пчеловодства давно полюбились горожанам. Специализированные медовые ярмарки проводят с 2015 года. Полакомиться натуральным медом и сделать запасы на зиму жители Саранска смогли 1 августа. Ярмарка меда стала доброй традицией Мордовии. Пчеловоды из разных районов республики привозят свою продукцию прямо к горожанам. 1 августа на прилавки попало около 6 тонн полезного лакомства. Участие в ярмарке приняли 22 пчеловода из Розаевского, Краснослободского, Темниковского, Чамзинского, Отяшевского, Качкуровского, Лямберского и Ромодановского районов. Они приготовили для жителей самые отборные продукты с личных пасек. Помимо меда люди пришли сюда за натуральным воском, прополисом, пергой, восковыми свечами и даже за сотами. Желающих приобрести себе пару баночек домашнего меда оказалось много. За один день медовой ярмарки было продано чуть больше половины всей привезенной продукции. Меда хватит на всех. Пчеловоды, не успевшие принять участие в ярмарке и реализовать свой мед, могут присоединиться к следующей ярмарке, подав заявку в Общество пчеловодов Мордовии. Она пройдет уже 8 августа на традиционной площадке у Республиканского Дворца культуры с 9 до 3. 2 августа Мордовия покинула отряд подразделения Ворского спасательного центра Министерства чрезвычайных ситуаций России. Его специалисты в течение двух недель совместно с сотрудниками Главного управления МЧС по Республике Мордовия проводили санитарную обработку социально значимых объектов. Подробности у Анастасии Целегина и Сергея Соколова. Специалисты Волжского спасательного центра прибыли в Мордовию 19 июля, а уже 20-го началась массовая дезинфекция различных объектов. Главная цель тщательной обработки помочь органам местного самоуправления воспрепятствовать распространению коронавирусной инфекции. Эта эпидемия, которая поселилась на территории не только России, но и всего мира, мы можем ее победить только сообща. Это врачи. Это жители нашей республики, которые сейчас активно прививаются. И, конечно же, мы обрабатываем те участки, которые необходимо сделать чистыми и безопасными. В общей сложности дезинфекция прошла в 10 районах республики, включая городской округ Саранск. В санобработке были задействованы 6 специалистов Волжского спасательного центра, 4 представителя республиканского отделения МЧС и 2 единицы техники. Эти 10 человек без малого две недели помогали в борьбе с общим врагом вирусом COVID-19. Было обработано более 500 тысяч квадратных метров. Это только в зданиях, сооружениях и примерно такое же количество открытых территорий. В 10 муниципальных образованиях, включая город Саранск. Список муниципальных образований, населенных пунктов и объектов был составлен с учетом складывающейся обстановки и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Все мероприятия, которые были спланированы, выполнены. Всем участникам глобальной дезинфекции была объявлена благодарность временно исполняющего обязанности главы Республики Мордовия. Итоги подведены. Специалисты Волжского центра отправились на постоянное место дислокации в Самару. Оттуда они в любой момент готовы оперативно выдвинуться на помощь коллегам. Анастасия Целигина, Сергей Соколов, Народные новости. В Мордовии прошли очередные учения сотрудников СОБР и ОМОН местного управления Росгвардии. В ходе них бойцы обезвредили условных преступников, укрывавшихся в здании. О том, как прошло оперативно-стратегическое мероприятие «Заслон-2021» расскажет Анастасия Целигина. Это не кадры из блокбастеров, а учебная спецоперация сотрудников Росгвардии. Выявить преступников, которые, согласно легенде, напали на сотрудников правоохранительных органов, бойцы Росгвардии смогли благодаря дрону. Беспилотник безошибочно определил местонахождение злоумышленников. Следующий шаг росгвардейцев — наступление. Однако условные преступники без боя не сдались, применили оружие. Тогда бойцы ОМОНа заблокировали здание, а сотрудники СОБР произвели его штурм и задержание. Финалом учений стало подвезение их итогов. Общий вердикт с поставленными служебно-боевыми задачами росгвардейцы справились. Анастасия Целигина, Народные новости. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Евгения Байбикова. Оставайтесь на нашем канале и до встречи.